Мус постоянно мне говорит, что я ему не нужна, что я для него делаю, готовлю, стираю и так далее, не ценно для него. Как мне для себя вести? В чем сила женщины, как вы думаете? Да, в служении, но она сила в красоте, то есть женщина должна быть привлекательной, она не должна быть просто как тень дома, должна быть привлекательной. Но привлекательной женщиной это не только внешняя красота, потому что красота может быть больше, меньше, она меняется в течение жизни. Женщина не может удержать красоту, это зависит от ее здоровья, от периода жизни, от возраста и так далее. И чем старше женщина, тем она должна больше привлекательнее в сердце быть. Внешняя привлекательность же уходит, а внутренняя должна оставаться. Если мужчина так говорит, что ты мне не нужна, меня ничего не привлекает, это причина тому осквернение в отношениях. Часто люди, они очень большое значение уделяют сексу в отношениях. Когда люди думают, что кроме секса нет никакой другой способа строить отношения, то они становятся чужими друг к другу, потому что углубление в секс всегда приводит к отчужденности людей друг от друга. Они используют друг друга как источник наслаждения просто. А когда такого сильного наслаждения уже нет, тогда человек говорит, что ты мне не нужна. Понимаете? А наслаждение заканчивается обязательно. Не бывает такого, что один человек будет сексом наслаждать всю жизнь бесконечно так же, как раньше. Такого никогда не будет. Это все надоедает со временем. Поэтому в личной жизни должны быть какие-то более высокие ценности. Женщина должна учиться строить такие отношения с мужчиной, чтобы он чувствовал счастье рядом с ней. Именно отношения. Но если наше отношение только секс, тогда до свидания с совместной жизнью. 4, 5, 6 лет и все. И люди уже не могут жить вместе. Им надоедает. Они устают друг от друга. Или мужчина начинает уставать первым. Или женщина один из двух. Иногда женщина не может уже, она устает от постоянного секса. Иногда мужчина не нравится, женщина уже перестает ее, ему хочется другую уже. Сам вот этот настрой на секс в семье, он не дает счастья. Это ошибка цивилизации нашей. Раньше люди так не жили. Они хотели отношения строить на более высоких принципах. Чистоты, честности, совести, глубины в отношениях, долги перед детьми, перед обществом, перед родственниками. Если он говорит, ты мне не нравишься, это значит, что вот это вот произошло пересечение. Если есть какая-то возможность, то надо немножечко подальше так отношения начать строить, чтобы женщина привлекательна на расстоянии всегда. Когда она слишком близко, она теряет привлекательность. Надо всегда дистанцию какую-то от мужа отниметь, небольшую хоть. Если когда хочу, тогда сексом занимаюсь, это уже не значит, что будет дальше магнетизм этот расставаться. Пока люди не собрались, мы отвечаем на вопросы. Если вы хотите более глубоко, чтобы я ответил на ваш вопрос, то встаньте, я посмотрю на вас и скажу, что происходит. Что в данном случае происходит. Кто задал вопросы. Девушку или женщину. Ушел из жизни ребенок в время беременности. Как пережить это горе? Горе надо пережить. Есть только один способ что-то пережить. Это начать внутреннюю жизнь. Мы живем внешней жизнью. То есть означает, мы пытаемся наслаждаться тем, что дает жизнь. И часто человек то, что имеет, сильно к этому привязывается. Привязавшись, он потом обязательно будет страдать. Обязательно. Потому что мы не можем оставаться вместе вечно. Вот допустим, ребенок не умер, но я ушла из жизни. Когда человек уходит из жизни, все, к кому он был привязан, он опять испытывает стресс. Но уже там, в том мире. То есть нет такого в этом мире, чтобы мы не испытывали стресс от того, что мы привязались к этому счастью, которое есть из дне, приходит из дне к нам. Поэтому человек должен стараться выполнять обязанности перед тем, что ему приходит в жизни, а не наслаждаться этим. Это принципиально разные позиции. Это та же самая энергия любви, я могу служить ребенку. Но если ребенок пришел и даже не успел родиться и ушел из жизни, то это можно пережить только с помощью погружения в духовную жизнь. Человек не может никакое горе пережить своими силами. Горе означает истощение психическое. Нет силы. Потеря силы. То есть этот ребенок очень тяжелой судьбой пришел, и он даже не смог жизнь свою сохранить. Пришлось уйти из этого мира, дальше идти. Ну вот она написала, умер ребенок. А вот это вот невежество просто. В этом мире никто не умирает. Нет смерти. Многие не знают об этом, поэтому и так пишут, и говорят. Он никуда не умер. Он просто не смог жить в грубом теле. Перешел в другую жизнь. Родственные отношения остались. Можно в молитве победить эту силу, разрушающую жизнь, которая называется горе или разлука. Разлуки по факту никакой нет. Вот если сейчас эта женщина встанет, которая сказала, я могу рассказать про характер этого ребенка. И так далее. Ну уж связь есть. Она связана, продолжает быть связана с ним. Но и по невежеству она не понимает эту связь. И поэтому думает, что он умер. Каждый человек теряет людей в своей жизни. Мы не вечно здесь живем. Не так давно ушел у нас один из наставников из жизни. И я остался связан с ним. Я в молитве вспоминаю его, чувствую его. У меня остается чувство контакта. Это означает знание. Потому что если бы человек умер, то не было бы и страдания. Страдание означает связь. От чего человек страдает? Страдание — это энергия, это связь. Страдание означает, что что-то не хватает. Есть контакт, но не восполненный. Если бы человек раз умер, ну умер, все, нету человека. Нет и нету. Нет страдания. Страдание означает связь. Он связан с этим человеком. Поэтому страдаем. Но также страдание означает, что я не знаю, что делать. Мы часто думаем, что надо что-то внешнее делать. Вот муж, допустим, ушел из дома, гуляет. Что ты с ним сделаешь? Ты с ним поговорить даже не можешь. Потому что он с тобой не разговаривает. Внешние способы часто не работают. Нужны внутренние способы. Вот когда человек в молитве начинает жить, думать о близком человеке, тогда устанавливается сердечная связь уже хорошая. Для этого она из боли состояла, сердечная связь. Люди часто живут, даже никто не уходит, все вместе живут. Но у них связь друг с другом состоит только из боли. Сердце, они испытывают боль по отношению друг к другу. Они никакого светлого чувства не испытывают. Так это значит, что у них никаких отношений нормальных и нет. И не было никогда. Отношения все строятся только в сердце. И поэтому надо над сердцем своим работать, для того, чтобы отношения жили, а не бла-бла с друг другом делать. А над сердцем работать непросто. Это внутренняя жизнь. Это означает, что каждый день надо молитвы читать, прощать, просить прощения, а не телевизор смотреть в свободное время. Меня там кто-то должен объявить. Можно уже объявить, все собрались. Давайте объявлять. Меня попросили объявить, что у нас сегодня замечательный гость, Олег Геннадьевич Тарсунов. Это кандидат на медицинских наук, наш частый гость в Новосибирске. И спасибо вам, что вы пришли, потому что чем больше у вас приходит, тем чаще мы приезжаем. Да, наверное, надо больше в Новосибирск ездить, потому что москвичи уже как-то меня привыкли ко мне, не ходят на лекции так сильно. В Питере тоже было всего 400 человек. А у вас полный зал. Поэтому, наверное, надо больше в Новосибирск ездить. В Казани тоже много на лекции пришло. Приезжайте к нам чаще, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я очень благодарен. Так мы начали с ответов на вопросы. Может быть, так и будем продолжать. Каждую лекцию начинать с этого, пока люди не соберутся. Сегодняшняя тема лекции обязанностей мужчины и женщины в семье. И начать эту тему я хотел бы с того, как всегда, что основываются мои лекции на древних знаниях, на древних ведических писаниях, которые более 5000 лет. И мне интересно основывать на них свои лекции, потому что там объясняется, что такое отношение не с позицией какой-то психологической мысли, которая меняется каждые 5-10 лет. И позиция тоже меняется этой мысли. Это знание основывается на строении психики человека. И строение психики, какое было, такое и осталось. Оно никак не поменяется. И я фактически изучаю вот это психическое строение человека не понаслышке, потому что я врач, и мои методы лечения также основаны на воздействии на психику человека. Я научился с помощью объектов, которые имеют психическую структуру, такие как камни, деревья, растения, влиять на… Прикладывайте объекты. Ну, то есть мы носим кору на спине деревьев. Это воздействие такое идёт на тонкую структуру человека. Человек вылечивается от хронических заболеваний. Камни, вот видите, у меня тоже на пальцах стоят камни, дают силу психическому человеку, стойкость преодолевать трудности и так далее. Всё это тщательно изучается на основе древнего знания ведического. И также это даёт мне возможность изучать это в аспекте отношений, то есть в аспекте совместной жизни людей. Я сейчас немножко вам вкратце расскажу какие-то теоретические моменты, которые потом помогут нам во всём ориентироваться и уже строить эту лекцию на основе вот этого знания. Первое, что хочется сказать, это то, что человек — это душа. Мы никогда не умираем, мы живём вечно. Точно так же, как человек ложится спать вечером, он же себя не помнит во сне часто. Глубокий сон хвакует, он себя не помнит. Но он при этом живой же, да? Если кто-то считает, что ты уснул и проснулся уже другой человек совсем, то мы его посоветуем пойти в психушку, да? Ну, то есть проснулся тот же самый человек, так? То есть какой-то цикл произошёл. Мы утром проснулись, потом наступил вечер, потом ночь, и потом мы опять просыпаемся. Цикл. В этом цикле часть цикла мы себя помним, понимаем, а часть нет. Так? Теперь смотрите. У атомов есть цикл жизни? Есть. У них есть период их жизни, потом распад, да? У Солнца. Солнце как движет, циклически, да? Движется. День сменяет ночь. Земля вращается, тоже циклы идут. В этом мире всё живёт циклами. Существуют циклы вот такие вот. Эти циклы имеют такую замкнутую природу. Точно так же жизнь человека. Мы появляемся в теле, когда оно стареет, мы получаем другое тело. То есть есть грубое тело, оно постоянно стареет. У кого тело молодеет? Поднимите руку. Есть такие? Может, у кого-то молодеет? Я не знаю. Я изучаю эту тему. С самого рождения мы стареем. Тело развивается сначала, это факт. Но оно уже становится старше, старше, старше. Мы стареем. Тело стареет. Есть ещё психическое тело. Оно контролирует все функции в грубом теле. Оно состоит из каналов определённых, которые дают возможность грубому телу существовать. Эти каналы психические, они тоже реально существуют. И они дают человеку, если они забиваются, какие-то хронические заболевания. Таким образом, хронические заболевания, они нанизываются, как горсти на одну нить. Как, допустим, сушат яблоки. Есть канал психический. И если там он заблокирован, вот как-то на каком-то промежутке, то там сразу несколько хронических заболеваний сидит. Если очистить этот тонкий канал, то он, соответственно, и лучше становится. у меня сумочка-то где моя? Её унесли? Верните сумочку. У меня там есть веточки. У меня есть сумочки-веточки такие. По две веточки, семь всего разных деревьев. И эти веточки, они, каждая веточка настроена на семь слоёв тонкого тела человека. Я могу, нажимая на веточки, глядя на человека, быстро определить, в каком слое у него проблемы. Спасибо большое. А? Да, не нормально. Ну что, кто не верит в то, что я сказал? Никто не верит. Ну как никто? Кто-то сильно не верит, наверное. Вы не верите. Вы первый раз пришли? О, хорошо, замечательно. Сейчас мы с вами будем общаться. Екатерина. Не надо ничего говорить. Я сейчас буду тестировать ваш тонкий канал. Даже если бы вы росли в форме дерева, у вас тоже были бы тонкие каналы. У деревьев точно такая же тонкая структура, как у человека, только менее развитая. Поэтому мне особенно не нужно как бы знать, как вас. Не надо вставать даже. Ничего не надо. Просто сейчас я веточки достану. Нужные. И мы с вами сейчас начнём эксперимент проводить. Потому что знание означает возможность как-то его применять в жизни. Сейчас будем применять. Все подождут чуть-чуть. Это нужно для того, чтобы понять, насколько всё серьёзно. Пить, я тестирую ваш тонкий тел. Вы что-нибудь чувствуете, нет? Ничего не чувствуете. Прикалывается, да, мужик? Итак, смотрите. У вас первый канал, эти все каналы, они с рождения страдают всю жизнь. То есть это не меняется. Это хронический процесс развивается. Первый канал, который у вас страдает, он... Сейчас я поточнее посмотрю. Вы делаете меня взглядом? Да, взглядом, через взгляд. Взгляд же связан с мыслью. Я смотрю и тестирую вас. Также по фотографии тестирую своих пациентов. Вы снимаете? Нет, не снимаю. Вот. Ой, там кто-то уже стыхает. Значит, смотрите. Вот это есть канал психический, связанный со слизистыми оболочками организма и с кожей. Это два листка. Этот канал называется раса дату. На санскрите. Вот. У вас с слизистыми оболочками все нормально. Проблема находится снаружи этого канала. То есть он контролирует кожу, память человека, контролирует сон. Я вам просто говорю функции, которые могут страдать. То, что я заметил, что страдают тонкие функции в основном этого канала и все, что связано с верхней частью тела. То есть мои предположения такие, что у вас может страдать сон. То есть у вас сон слабый, будем так говорить. Правильно, да? С памятью проблем нет? Нет, нормально. Значит, это не затронута, вот эта функция. Аллергии нету? Есть. Кожа лица, там, верхняя часть тела не страдает? Страдает. Откуда я это знаю? Веточки сказали. Веточки сказали. Движемся вперед. Не знаю. Видите, вы не знаете этого. Факт, что вы не знаете. Веточки сказали. Следующий канал, который страдает тоже с рождения, он страдает меньше по силе, чем тот первый. Он регулирует внутренние мышцы организма, мышечную систему. То есть есть наружные мышцы, есть внутренние мышцы, органов есть. Туда же входят внутренние мышцы, также мышцы позвоночника. И этот канал также отвечает за тонус мозга. То есть то, что я заметил, у вас есть нарушение в шейно-грудном отделе позвоночника. Там вы испытываете какие-то трудности. Так? Знаете, что этот канал также отвечает за матку. И у вас, в принципе, может развиться миома матки. Но она сейчас не развелась. То есть этот канал там нормальный, там хороший. Этот канал также отвечает в какой-то степени за дыхательную функцию. Поэтому могут быть, допустим, трудности с дыханием там иногда. И иногда могут быть головные боли. Ну, то есть я не думаю, что они у вас какие-то частые. Нет. Но тяжесть в голове может возникать. А это тоже с этим каналом связано. Движемся вперед. А вот здесь у нас уже самое главное. Мы нашли проблемы в организме. А самые главные проблемы в организме связаны с костной системой. Вот смотрите, два канала сразу. Один мышцы позвоночника, а другой сам позвоночник. Вот сама костная система позвоночника страдает также в грудном отделе. И также еще и начинает страдать в поясничном. Там два блока. Но у вас есть еще проблемы с суставами в организме. Это тоже с рождения. И они, возможно, вам еще неизвестны. Но склонность к этому есть. И я вам просто говорю на будущее. Будьте осторожны. Если суставы начнут болеть, то, наверное, уже побаливают. Пальчики там бывают? Нет? А? Было такое? Было такое? Ну, то есть организм стресса находился в бременности. Побаливал. Ну, вот это то, что может быть. Видите, я вам даже уже предсказываю. То, чему надо беречь. То есть это костная система позвоночника и суставов. Мы с вами больше познакомились? Почувствовали больше? А? Вы со мной. А вы со мной тоже, потому что вы начали доверять немножко больше мне. Правильно? Или нет? А? Как вы тогда, значит, меня обманули, получается? Нет. Первый раз. Хорошо. Мы больше не будем этих экспериментов. Я уверен, что вам всем захотелось, чтобы я вас протестировал. Вот. Но мы будем сейчас двигаться дальше. То есть есть вот эти оболочки, каналы психические, которые отвечают за хронические процессы в организме. Они находятся внутри тонкого тела. Вы увидели сейчас, что я не понаслышке знаю, что такое психическое тело человека. Я с ним работаю. В этом психическом теле также есть еще более глубокие структуры. Вот эти каналы, это как шоссейные дороги. В тонком теле. Если поставка продуктов нарушена, дорогу ремонтируют, то в городе могут быть проблемы с доставкой уже. Но есть еще более тонкие каналы, которые отвечают в целом за энергетику человека и его восприятие мира. Эти каналы называются НАДИ. И они очень сильно связаны с психикой. Они циркулируют внутри психики человека. И существуют три основных канала, три основных канала НАДИ, которые отвечают также трем потребностям души. У души есть сознание. Сознание — это энергия души. Все наше тело пронизано сознанием. Когда человек оставляет тело, то очень легко понять, он живой или неживой. Надо просто открыть глаз. И можно увидеть, в глазу есть сознание, блеск или нет. Когда сознание уходит из тела, то глаза перестают блестеть, они становятся как камень, тусклыми. Это значит, что человек уже не живет в этом теле. Душа вместе с сознанием ушла уже из тела. Бывает ли трагический сон, например. Человек не дышит, но глаза у него остаются свежими. То есть там есть сознание, присутствует сознание. Вот это сознание души имеет три аспекта. То есть три вещи, которые нам всегда будут нужны в жизни. Первый аспект — это любовь. Мы всегда будем хотеть любить. Мы не сможем жить без любви и счастья. Невозможно. Второй аспект — это знание. Человеку надо знать. Вот стресс, что такое стресс, горе. Человек не знает, что делать, как ему жить. Женщина писала, как мне справиться со стрессом. Я потеряла ребенка, что мне делать? Ей нужно знание. У нее нет знания, нет счастья. Счастье добывается с помощью знания. Когда человек много учится, у него больше возможностей работать. И жить нормально. Дальше. Следующий аспект — это вечность. Или желание жить. Мы и живем в теле, потому что мы хотим жить. У нас желание жить — это наша суть. В соответствии с этими тремя энергиями сознания существуют три основных психических канала, три основных нади, которые идут вдоль, как стержень вдоль всего организма. Самый центральный канал называется сушумно-нади. Он идет внутри позвоночника и регулирует деятельность. Позвоночник называется дерево жизни. То есть деревом жизни. Или островом жизни. Это канал сушумно-нади называется. По бокам него он связан с вечностью, с энергией времени он связан. Этот канал. И когда человек делает вдох, то сушумно-нади наполняется силой. Когда делает выдох, то энергия отдается наружу. То есть канал-то дышит вместе с нами. Он связан с семью психическими чакрами, через которые входит и выходит энергия. Эти чакры, центры психические. Один из них на макушке, лоб, горло, сердце, солнечное сплетение, пах, копчиковые центры. То есть эти центры все, они трансформаторы энергии. В них энергия входит, и она трансформируется для нужд организма. Она сначала имеет такую недифференцированную природу, а потом она распределяется по организму, по процессе надобности. Итак, центральный канал занимается распределением энергии в организм. Он у всех одинаковый. Мужчина, женщина. Это к теме семейных отношений, такого отношения не имеет. Просто есть люди слабые по природе, у них плохо работает этот канал. У них нет сил. У них плохая работоспособность, вялость, им отдыхать надо часто. А есть люди сильные, активные, у которых лучше этот канал работает. Канал в какой-то степени можно усиливать с помощью работы над собой. А что вы стоите? Сесть не хотите? Ну, вы можете и стоять, это я не против. Ну, вот два канала по бокам, вот это вот сушумно-нади. Один из них с левой стороны идет, этот канал называется ида-нади, а другой с правой пингала-нади. Вот этот канал левый, с левой стороны, он отвечает за энергию любви. И он у женщин работает в три раза сильнее, чем у мужчин. Знаете, почему? Потому что женщина, она уже даже, когда она просто зачинается, то до зачатия тонкое тело женщины, а тело в этом мире, любви, гармонии, и так далее. То есть, само зачатие женщины не означает, что сперматозоиды как-то у них там не получилось по-другому. И они там, это, ну как эти, хромосомы, как говорят. Они там, вот так скрестились, блин, ну женщина получилась. Понимаете, хромосомы подчиняются тонкому телу. Это тонкое тело, когда входит, оно уже подчиняет себе вот эти хромосомы, все остальные грубые функции, они подчинены тонкому телу. И когда душа хочет гармонии, любви и счастья в жизни, тогда она рождается в женском теле. Вот этот канал и до нади с левой стороны, он три раза сильнее работает тогда у женщины, чем у мужчины. Соответственно, и формирование грубого тела тоже по-другому происходит. У женщины кожа более нежная, мягкая, манеры более мягкие, она более внимательная ко всему, она склонна к близким отношениям, к родственным. Женщине очень трудно разговаривать по-деловому. Начинаешь по-деловому разговаривать подо мной, расслабиться, вылыбать, кинаде, говорить уже поближе. Ну, то есть, женщине трудно разговаривать по-деловому, потому что она соткана из любви, то есть она имеет близкие отношения со всеми, строит близкие отношения. Эта энергия, у нее очень проявлена в психике. Когда душа хочет понять, что происходит, победить, достичь чего-то в жизни, понять, достичь, победить, преодолеть, тогда она рождается в мужском теле и активен тогда с правой стороны канал психический, который называется пингаланади. Этот канал с правой стороны в три раза сильнее у мужчины работ, чем у женщины. В норме. Можно ли с помощью жизни эту норму изменить? Можно. Если женщина, допустим, ударяется в учебу и в работу, она истощает, она почти близкие отношения не строит ни с кем, она истощает себе вот этот канал и до нади, у нее начинает слабее работать, больше пингаланади работает. В результате такая женщина не так развивается, как хотелось бы. Она теряет красоту, у нее начинает страдать гормональные функции, у нее здоровье хуже становится, потому что здоровье женщины тоже зависит от работы вот этого канала и до нади психического. Она чувствует себя гораздо хуже. У нее немножко депрессивный склад такой сознания. Трудно знакомиться, трудно общаться, трудно создавать отношения, трудно стирать, убирать, готовить. То есть ей все трудно это. Потому что она не развивается, как женщина. То есть она развивает себя в сторону труда и учебы. В результате ей очень трудно также выйти замуж. Почему? Потому что привлекательность от этого страдает. Привлекательность же идет этой энергией любви, в которой нуждается мужчина очень сильно. или мужчина нуждается в энергии труда от женщины или энергии любви. В чем они нуждаются? Но энергия же не может сразу во все стороны идти. Она движется где-то больше, где-то меньше. Куда себя направляет, в какую сторону человек? Точно так же мужчина. То есть когда мужчина настроен на работу над собой, победу над трудностями, когда он пытается аскезы совершать, там, зарядку делать, там, бокс, там, футбол, хоккей. Так как он понимает самосовершенствование, он пытается развиваться как личность, то тогда он становится как личность привлекательным для женщины. Потому что в нем действует мужская сила, победы, преодоление, знания, ответственности. Это мужская энергия. Но если мужчина расслабляется, кто расслабляться в жизни должен? Мужчина или женщина? Женщина, она расслабленная, по-прилюбе. Расслабленная. Это означает женская красота. Если женщина упахивается, она теряет красоту. И надо работать не сильно напрягаясь. Она расслаблена, по-прилюбе. Женщине надо спать на час больше в среднем, чем мужчине в жизни. Она должна есть сладкое обязательно, чтобы расслабленность поделить. Она не парится в жизни. Несет в себе энергию красоты. Женщина. Если она решила стать лошадью приживальского, тогда другая уже картина. тогда уже совсем по-другому все функционирует. Мужчина, который решил расслабиться, ему не надо победы, ему не надо работать над собой, ответственность, ничего ему не надо. Ему нужно секс, вино и бабы. когда ему надо вот так жить, то тогда он теряет мужскую силу в результате. Потому что энергия в этом случае у него начинает лечь по левой стороне. Он начинает терять себя, у него теряется возможность трудиться активно, он хочет наслаждаться, расслабляться, у него появляются вредные привычки, потому что энергия у мужчины такого, она не имеет здоровья, то есть он очень напряжен, ему надо как-то снимать напряжение. он не функционирует не в правильном русле. В результате такой мужчина думает постоянно о женщинах, думает, а думая о женщинах, он начинает деградировать потихоньку, у него появляются вредные привычки, ему хочется выпивать постоянно, ему хочется курить, хочется играть во что-то там, смотреть телевизор, как-то себя развлекать, работать уже не хочется, развиваться как личность не хочется, в результате он теряет себя. Интересно, да? То есть мы вообще с чего должны были, то есть мы обязанности женщины, обязанности мужчины должны сегодня развивать, говорить, но мы начали с чего? Просто строение психического и пришли уже сразу к тому, что мы с собой делаем, что мы вытворяем со своей жизнью, уже с самого начала. Вот смотрите, вся система так построена. Девочка в школе учится, как вести себя с людьми, как прощать, просить прощения, как строить семью, как воспитывать детей, как работать над отношениями с мужем, как помочь мужу, как сохранить семью. Ее обучают в школе, нет? А что, нам это не надо, что ли, вообще? Нам в жизни вот это все надо или нет? нам семья нужна, дети нужны, воспитывать их надо, нет? Или нам только надо и посильнее тут чисто, 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 чем мы рождены, что-то сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам только это надо, что ли? И что нам? Нам нужна жизнь. Женщина олицетворяет жизнь, то есть она готовит, убирает, стирает, заботится, воспитывает, помогает. нам жизнь нужна или только работа? Если жизнь нужна, значит, надо женское начало культивировать в обществе тоже, надо женщинам давать такое образование. Не то, что женщины не должны работать, но их работа тоже есть, женская. Например, женщины, они создают счастье в обществе, они где работают? Там, где нужна женская энергия, это воспитание детей, забота о стариках, забота о бездомных каких-то людях, о жучках, о репках, о травках, забота о социальной структуре общества. Когда женщины всем этим занимаются, создается счастье в атмосфере. Если женщина на танк садится, кому от этого счастья прибавляет? мужчина тоже мужского образования по факту не получает в школе, потому что есть мужское образование, то есть ему надо мужчиной стать. Мужчина это не означает, что он институт закончил, стал мужчиной. Даже само понятие мужчины сейчас изменилось. Раньше в древней культуре мужчина был человек, который способен победить врага, способен выстоять трудности в жизни. Настоящий мужчина означает, может выстоять трудности, победить врага, может содержать семью, может к Богу семью привести настоящий мужчина. У него духовная сила есть, также не только физическая. Сейчас слово мужик, ты или не мужик, означает всего две вещи. Первая, можешь выпить со мной или нет. Вторая, сколько можешь сексом заниматься. Так это те две темы, которые убивают мужское начало. Я вам с самого начала об этом сказал. Так при чем тут мужик или не мужик? Мужик или не мужик означает сила воли, сила духа. Богатырская наша сила, сила воли и сила духа, и сила водки, и сила секса. Если с этой точки зрения рассматривать, то самый лучший мужик это просто орангутанг. Орангутанг может сексом заниматься пять раз в день по часу. Никаких половых расстройств. Кто из вас? Давайте попробуем, потягаемся с орангутангом. Никак не получится. Знаешь, он настоящий мужик, наверное. Настоящий мужик получается. Мы к этому стремимся, что ли? Вы так считаете? Ну, хорошо, я не против. У вас такое мнение. То есть, вы так считаете, это ваше мнение. Но у меня другое мнение. Потому что я уже видел, что из этого получается. Вот, допустим, если секс самое главное, у вас есть гарант? Я говорю, что самое главное, это тоже одно из важных вещей. Хорошо, если это, ну да, это одно из важных фактов, но не самое главное. Ну, все, тогда мы же не спорим с вами, получается. У нас одинаковое понимание. Я знаю, что в Новосибирске любят поспорить. это нормально, это нормально. Здесь так действует среда, энергия просто так действует. Итак, из вот этого понимания, как течет энергия, можно многие фундаментальные вещи, выводы сделать. Фундаментальные выводы заключаются в том, что с самого детства человек должен получать определенное воспитание. То есть мужчина должен воспитываться сильным, крепким, ответственным, духовно развитым человеком. Женщина должна воспитываться мягкой, нежной, заботливой, ласковой. Она должна быть опытной в личной жизни. мужчина опытный в общественной жизни. Он побеждает в общественных делах. Женщина побеждает в личной жизни, в личных делах. Сразу возникает вопрос, почему это так, Евгений Ильич? Может быть, мужчина должен в личных делах побеждать, а женщина в общественных. Есть же у нас президенты страны женщины, там есть примеры, да? Давайте разберемся в этом вопросе. Семья это энергия любви, это очень близкие отношения, или деловые отношения? Близкие, да? Родственные, родственники означают близкие отношения. Мы же договора не заключаем друг с другом, так, час времени мы общаемся в близких отношениях, точка. Что, зарплата выставлена, нет? Сколько ты получаешь, сколько я? Да, это означает деградация уже общества. Брачный контракт уже, ну, это необходимость, но она вызвана деградацией общества, из-за того, что механизмы регуляции отношений неправильные. Понимаете? Ну, вы сейчас уже говорите более такие вот вопросы, которые мы сейчас не сможем объяснить. Мы начали с детского сада, то есть мы азбуку проходим, самые какие-то основы. Давайте будем углубляться в азбуку, пока не будем вопросы задавать, потому что иначе ничего не понятно. Первое, что нужно понять, это то, что семья это близкие отношения. Кто против, кто считает, что не близкие, деловые отношения? Есть такие или? Все считают близкие, да? Дальше движемся. Близкие отношения это женская энергия или мужская? Женская. Женская. Вокруг кого строятся отношения близкие? Вокруг мужчины? Женщина бегает за мужчиной? кто является красивым? Кого трогают? По-разному женщин и мужчин трогают? Женщины бегают за мужчинами, да, они цветочки им дарят. Мужчины рисуются перед ними. Ну понятно, сейчас уже всякое бывает. А у нас запада идет, это культура у нас это бои всяких нам приезжают с накрашенными губами. Поют нам песни свои. Такие голбоватые чуть-чуть. Ну это извлечения это неправильно, потому что есть женская природа. Женская природа несет себе привлекательность. Вокруг женщины строится семья. Почему вокруг женщин? Потому что она является энергией любви. Людям не хватает любви, поэтому они создают семьи. Семья строится для любви. Там нужна любовь. любовь исходит из женщины. Это ее энергия, ее природа. Или из мужчины. Или мужчина вот такой. Мужчина из мужчины исходит. Твердость, сила, решимость, воля. Другая энергия, энергия знания. Есть энергия любви, энергия знания, энергия вечности. Три энергии души. Вечность это общая энергия. Все хотят жить. Энергия любви из женщины исходит. Женщина является объектом любви, а мужчина пытается достичь этого объекта. Он ухаживает за женщиной, пытается привлечь себе внимание. Так должно быть. Понятно, что сейчас по-другому бывает. мужчина рисуется, женщина за ним бегает. Такое тоже бывает. Но это извращение уже. Бывает, что мужчина за мужчиной бегает. Мы здесь не разбираем эти варианты. Нас это мало интересует. Мы сейчас говорим о каких-то фундаментальных вещах, которые построят, дадут нам возможность понять, что такое обязанности женщины и что такое обязанности мужчины. Тема об этом, лекция об этом заявлена. Итак, давайте возьмем просто самые глубокие какие-то вещи. Возьмем просто семью, возьмем квартиру, возьмем мебель, квартиры, шторки, обои. Мужская энергия какая? Флажки, да? Флаги, знамена там, ружья, все по струнке, четко, прямо, сильно. А женская она такая извилистая, мягкая, цветочки. Вы флажки видели у кого-нибудь в квартире на обоях? флажков нет. Есть цветочки из кружева, кровать вот так, нет? Она тоже такая. Шторки, обои, все вот так вот, да? Все красивое, кружева, цветочки. Это женская энергия же. Видите, в квартире все сотканное женской энергией. Все абсолютно. И красивая квартира значит много там женской энергии. И женщина сама она наполняет именно своей энергией квартиру. Если женщина въезжает в дом, в квартиру и там обои, которые соответствуют не ее энергии, она их убирает и вешает другие, которые соответствуют ее энергии. она говорит, мне здесь жить не нравится. Она все переклеивает под себя. Создает свою энергию там. Она говорит, мне нравится, мне хорошо. А зачем это надо? Ну пусть бы не нравилось ей. Пусть бы желание нравиться. Нормально же? Нет. Энергии любви меньше. Все хотят больше энергии любви. Поэтому в квартире создают уют для женщины, чтобы она чувствовала себя очень гармонично со стенами, с кроватью, с мебелью, со всем. Все должно иметь энергию любви. Так? И когда мужчина приходит домой с работы, он в квартире что делает? Расслабляется, ему хорошо становится, он отдыхает там. А? Или что он там делает? он напрягается, да. Ну это уже другое дело, понятно, что я говорил, что женщина в квартире расслабляется или нет? Ну там работает, она там создает все, она там постоянно трудится, она готовит, стирает, убирает, она там заботится обо всех, она там активно себя чувствует, активно. Мужчина пришел домой, опа, на диван. застыл, прижух. Так? Она говорит, ну гвоздик хотя бы один бей, ну сейчас, ну да. Так ведь или нет? Ну он расслабляется, на работе там трудится где-то, приходит домой, расслабляется. Почему там расслабляется в квартире женская энергия, дома женская энергия царит, на работе мужская. Поэтому женщина расслабляется где? на работе. А на работу пришла там, чаек попила, поболакала с кем-то, там перекусывает через каждые пять минут, ходит тут пожевала, там пожевала. И думает, мне работа надо, чтобы мне нравилось. А какая женщине работа нравится? И там, где можешь поперекусывать, поболтать, чаек попить и пораньше уйти с работы. Ну при чем это работа тогда вообще? ничего, работа не пахнет вот эти все желания. Женщина на работу приходит отдыхать от дома, а дома у ней барда, а там как бы дома у нее работа. Так или нет? это значит, что есть мужская энергия и женская. Мы должны это принять. И когда мы это принимаем, мы начинаем уже тогда понимать, что делать, как жить. В соответствии с этой энергией также есть и обязанности. Обязанность заключается в том, чтобы сделать счастье близкому человеку, осчастливить его. Вот если допустим женщина наполняет энергией квартиру, вопрос, как она наполняет. потому что одно наполнение дадет временный эффект счастья, а другое на всю жизнь. Вот если все наполнить чисто половой энергией, и у женщины есть разные виды энергии. Например, есть половая энергия женская, она стимулирует сексуальное желание, половое желание. Есть духовная женская энергия, которая стимулирует совесть, чистоплотность у мужчины, стимулирует у мужчины смирение, стимулирует у мужчины ответственность, высшая женская энергия. Есть низшая женская энергия, есть высшая. У тебя глаза, или у нее глаза, бриллианты три карата, груди у нее, не побили те ребята. Эта энергия же заставляет его такие песни петь, правильно? Что-то заставляет? Есть низшая женская энергия, она вызывает определенные эмоции, чувства у человека. Есть высшая женская энергия, она вызывает отношения между людьми. Высшая женская энергия вызывает глубину в отношениях. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Это уже высшая женская энергия так работает, дает душевный разговор, дает возможность людям понять друг друга глубже. Но для того, чтобы люди поняли друг друга в семье, женщина должна дома уже не какие-то эротические картинки вешать, как сейчас модно, там, голых женщин везде развесила по квартире. Вот. Надо вешать в доме иконы уже, надо в доме высшую энергию женскую культивировать уже, которая связана с чистотой, совестью, религиозностью. Тогда у мужчин другой настрой будет, он тоже будет дома отдыхать, но по-другому. В храме же сексом не хочется заниматься, хочется думать о возвышенных вещах. И вот мне женщина вопрос задал, почему мой муж взял и бросил меня просто так, а потому что в семье не культивировалась совесть. Совесть это женская энергия или мужская? Совесть это мужская черта или женская? Женская. Женщина. Смотрите, есть два типа разума, то есть есть три вида энергии разума, соответствующие трех энергиям души. Вот здесь центр разума связан с мужской энергией, это энергия знания здесь находится. Мы думаем чем? Головой. Так? Здесь знание находится. Здесь сердце что находится? Женский центр разума, энергия любви. женщина сильна в сердце, мужчина силен в голове. И у разума есть два аспекта. Первый аспект это чистота разума. Женщина имеет природную чистоту разума. Женщина чувствует, где правильно, где неправильно. Она природно чувствует, у нее есть это чувство. Особенно по отношению к близким людям. К себе, конечно, и сложнее это чувствовать, но к людским, близким людям она очень хорошо чувствует, где правильно, где неправильно. У мужчины сила разума развита, чистота не развита. У женщины не развита сила. Сила разума означает стабильность в чем-то, направленность, заставлять себя. Она может вдохновиться женщина чем-то и начать что-то делать, потом погасла. Вдохновилась и погасла. Начала от соблюдать режим дня, рано вставать и немножечко отдохнула от этого. Поспала побольше уже. Ну, опять начала от соблюдать режим. У нее все вот так вот идет, волнуми. Какие лекции, какие лекции. Потом чем-то другим заинтересовалась. Потом мужчина особо не обращает внимания на то, чем женщина заинтересовалась. Сегодня ей одно нравится. Прошел год, ей уже другое нравится. Он просто терпит это. Спокойно к этому. Разумный мужчина спокойно. Да, да, я совсем согласен. Потом новый что-то погасла. Опять с зимой тоже совсем согласен. Все нормально. Но придется все равно участвовать в эксперименте. Потому что я вот сам врач, но жена меня лечит. Во что она верит? Она поверила в коралловый клуб. Она меня коловадами всякими мучает, всякими коралловыми порошками. вот я все это должен пить из любви просто к ней. Я приехал допустим уставший с поездки. У меня устало сильно, кишечник плохо работает по моим каналам уже не по вашим по моим каналам уже плохо кишечник работает. И она мне слабительная. Ну выпей эту магнезию выпей. Я думаю ну ладно горько но выпью. Ну это же полбеды то что горько. Потом такое начинать сидишь сидишь такой такой спазм там побежал в туалет там просто на посту там часа два три излюбить жене просто. Все. Потому что у ней вот такое знание в сердце открылось. Потому что надо не мучить. слабительными. И вроде лучше становится потом. Хорошо становится. Каждая жена мучает своих близких. Каждая женщина. Ее психическая сила направлена на близких людей у женщины. женщина. Женщина говорит мне ничего не надо. Все для вас. Почему она так говорит? Потому что она счастье испытывает не от себя, а от счастья близких людей. Это ее эгоизм так работает женский. Она испытывает счастье не от себя женщина, а от счастья близких людей. Поэтому она мучает близких людей. Она считает что они должны быть счастливыми. Причем интересно, что часто мнение их самих о том, как им быть счастливыми, ее мнение расходится наоборот. Но она все равно будет стремиться к тому счастью, которое она считает нужным. Она будет мучить близких людей так, как она сама считает нужным. Так работает женская природа. А мужчина мучает общество. Он там всех мучает. Сейчас мужики Украину мучают. Женщины же туда не лезут с автоматами. Это мужики мучают. Украина нужна всем понадобилась. Они туда лезут. Америка со одной стороны, Россия с другой. Всех мучает Украину. Женщины мучают в семье всех близких. Они там всех мучают. Потому что они хотят, чтобы они были счастливыми. Из хороших соображений. Русские тоже хотят, чтобы украинцы были счастливыми. Поэтому они туда лезут. Каждого свое представление о счастье просто. Вот в чем проблема. Итак, видите, мы говорим с вами о природе сейчас человека. Это то, что не изменить. Допустим, если мужчина захочет найти женщину, которая его не будет мучить, это невозможно. Что природа женщина именно мужчину мучить, а не танки. Понимаете? Женщина направлена на мужчину. Мужчина направлена на общество, а женщина направлена на мужчину. Мужчина направлена на мужчину. И наша современная культура, она строится на правах человека. Допустим, женщина говорит, ты... И мы как бы так воспитаны. Она говорит мужчине, понежнее со мной разговаривай. Понежнее, поласковее. Иди себя со мной хорошо. Общайся со мной по-доброму. Нам мужчине говорит, ты должен вообще-то о семье думать. И так далее. Так вот, знаете, вот все, что женщина от мужчины хочет, мужчины нет. Это ее собственная женская природа. То же самое, мужчина от женщины хочет, говорит, ты слушайся меня. А где вы видели, чтобы женская энергия была послушной? Она как река, понимаете? Река, она... Женскую природу сравнивает с рекой, мужчину, мужскую, с берегами. Это берега послушные. Они стоят и терпят все. А женская природа на течет. Она непослушная. Вот взять, допустим, мужчин. Вольно, смирно. Вольно. Смотрите. 40 мужиков могут жить в одном гарнизоне вместе. Без проблем. Смирно, вольно. Все, разводись. Две женщины вместе поселить. Будет капец всем. Не только этим женщинам, а всем, кто вокруг еще живет. Они загрызут друг друга конкретно. Страшная сила. Кто не согласен со мной? Я согласен. Кто? По-моему, вы совсем не согласны. Иногда согласны. Хорошо. Ваши доводы. Я просто вам очень благодарен, что вы пришли сюда просто. Потому что кто-то должен быть несогласен. Иначе у нас будет не то. Спасибо, спасибо вам. Боль свою высказать. Нормально. Мы к этому придем попозже. Это тоже непонятно. Вот я сейчас утверждение сделал, что женщина женского хочет, мужчина мужского. Я закончу эту мысль. Чуть попозже. Давайте будем дальше природу мужчины и женщины изучать. И мы сейчас изучаем вопрос послушания. Слушайся меня. Вопрос послушания изучаем. Моя сестра решила сэкономить деньги и поселилась, когда училась в институте, с своей подружкой в одной комнате. И, кстати, через полгода они на уши поставили не только всех родственников, но также весь институт. То есть они просто как кобры там сели, себя вели вдвоем. Почему? Потому что женщина, она метит территорию. Мужчина привязан к идеям, женщина к территории. Одна расставила все по-своему, другая пришла, расставила все по-своему на кухне. Одна прибирается вот так поставила, другая прибирается вот так. Это видит, не на месте стоит, у нее уже шок. Она ставит на место, а это убирает. Я понимаю, что мужчина не согласен, что две женщины вместе они не могут жить. Но женщина-то кто-то не согласен с этим или нет? Мы же говорим о женщинах. Все согласны? Вы не согласны? Давайте об этом поговорим. А с кем вы можете жить вместе? Я живу год не над женщинами. И они не мои воздействия. Вместе, да? Да. Как вам удается это сделать? Прекрасно. Все прекрасно? А как, кто убирается там, кто вы? Расскажите, как это происходит. Мне интересно ваш опыт. Потому что вы одна подняли руку из 700 человек. У каждого своя комната, но... У каждого своя комната. Да. Ну, это не вместе, моя хорошая. Это не вместе. В гости ходите. А когда не можете, не ходите, да? Иногда отдыхаете друг от друга, да? Денечек-два не разговаривать, так? Скучаете. А если бы вы вместе жили, вы бы не скучали. Вы бы бросались друг на друга. Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, так не всегда бывает. Ну, давайте, кто еще? Ну, поспорьте со мной. Ну, кто? Ну, кто? Кто? Давайте. Как не всегда. И? В общежитии, в частности, вот девочки, они живут бы жить вместе. Сколько? С 5 метров. Прямо нормально? Абсолютно. Со всеми? А ничего, с двумя. А если другая зайдет? Это уже лишнее. Нет, я говорю не с этими двумя, а другая зайдет, и с ними будете жить. Нет, но все равно же привыкаешь. То есть приехали, и все приехали разные идеи. Видите, вы единственная в этом мнении. Давайте пройдем голосование, статистика все решает. Кто считает женщиной, что женщинам вместе жить очень трудно? Поднимите руку. Трудно, я не трогаю. А кто считает, что классно вместе с женщинами жить? Молодцы, 5 человек против 500. Нормально, садитесь, я не против вас. Я говорю о природе. Нет, я не говорю, что невозможно. Я не говорю тоже, что невозможно. Я говорю сейчас о тенденциях. Мы говорим с вами о послушании и непослушании. Сейчас мы придем к этой теме. Итак, женщины по природе послушные или непослушные? А? Непослушные. Вы с этим согласны, да? Здорово. Да когда мужчина говорит, ты что, не слушаешься-то меня? Ты меня слушайся. Он это кому говорит? Он это кому говорит? И он говорит ей, ты согласна с моим мнением или не согласна? И как женщина обычно говорит, согласна, согласна. И почему она так говорит? А чтобы не испортить с ним отношения. Потому что женщина никогда не будет согласна с мужским мнением. Когда женщина воспринимает мужчину, то она видит в нем тысячи недостатков. Потому что она эксплуатирует мужскую природу. Именно таким образом, что она видит в мужчине недостатки и исправляет их. Так она отношения с мужчиной строит. А мужчина, когда видит женщину, он недостатков в ней не видит. Он видит в ней только красоту. И пытается ей пользоваться. Вы представьте, соединяются, сталкиваются две природы. Конфликт идет. Мужская природа один недостаток у женщины увидела и возмущается. Говорит, да ты что так делаешь? Она смотрит на него и говорит, а ты вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вспоминает лет на пять назад. И он такой. И спор на этом заканчивается. Так происходит или нет? Бывает наоборот, да. Сейчас особенно в этом, в Норвегии, что ли, там уже наоборот, они решили, что это важно наоборот. Мальчики в юбочках ходят, девочки в брюках. И они друг друга дружками называют. Наоборот, бывает, да. Но мы сейчас не об этом. Бывает наоборот. Но мы не об этом сейчас. Мы сейчас о наклонностях, о природе. Итак, смотрите, интересно знать, что мужчине не хватает мужской энергии в жизни. И поэтому он требует у женщины ее. Он говорит женщине, будь послушной. Будь, верь моему мнению. Ты согласна, что это классная работа, вот то, что я делаю? Согласна. Но она вообще не врубается в эту работу, если честно. То есть мужчина от женщины требует мужского. Он требует послушания. Послушание – это мужская энергия. Мужчины все. Раз, два, есть, трое, вольно, там, разойдись. Вот попробуйте женщине построить. Равняй смирно. Женщины. Равняй смирно. Что такое? Какое равняешь? Ты что тут командующий? Так или нет, женщины? Женщина не может просто быть послушной. Чтобы ей быть послушной, она должна поверить в человека. Она от веры, от любви становится послушной. От любви. А мужчина просто послушный. Сам по себе. Мужчина от любви становится нежным и заботливым. А женщина сама по себе нежна и заботлива. Это ее природа. Мужчина не нежный и не заботливый сам по себе. Он не может мягко разговаривать сам по себе. Мужчина. У него не мягкая речь. У него твердая речь сама по себе. Но от любви она становится мягкой. Если говорить о верности отношениях, верности, женщина требует верности от мужчины. Верность это женская энергия, а не мужская. Мужская энергия, а другая энергия, ответственность, чувство долга перед женщиной. Но если мужчина от женщины требует ответственности, говорит, ты отвечаешь за свои слова или нет. Женщина никогда не отвечает за свои слова. Она сказала и забыла потом. Чуть-чуть понятно становится? Разделяем энергии. Начали чуть-чуть влыбаться, да? Теперь смотрите, интересная вещь происходит. Что на самом деле проблема только одна у нас в отношениях. Проблема заключается в том, что мы пытаемся эксплуатировать друг друга, а не служить друг другу. У нас внутри постоянно вот эта неправильная сила действует, которая заставляет что-то сделать с близким человеком, чтобы получить счастье. Древняя культура говорит, что чтобы получить счастье, надо что-то с собой сделать, а не с близким человеком. Тогда счастье придет в твою жизнь, но не сразу, постепенно. Но оно будет устойчивую длительную природу иметь. Но почему мы ругаемся друг с другом? Причина того, что мы ругаемся, заключается в том, что мы выконючиваем из друг друга счастье. Вся ругань означает, ты для меня почему вот этого не делаешь? То есть мы требуем счастья. Ругань вся идет от этого, от требований счастья друг от друга. Но счастье, энергия счастья, это не то, что можно потребовать. Вот я, допустим, сейчас возьму, я счастлив от того, что вы на меня смотрите и слушаете. И даже счастлив, что кто-то со мной спорит, если продолжает сидеть на лекциях. Это мне тоже нравится. Это означает уважение просто. Спасибо вам всем. Вот. Ну, я не могу вас заставить меня слушать. Вот если я сейчас начну даже просто этим заниматься, вы все разбежитесь. Ну, давайте получше меня повнимательнее слушайте. Ну, что такое? Ну, где внимание? Ну, сразу не хочется слушать, хочется уйти. Видите, это недопустимая вещь. Но мы постоянно в семейной жизни только этим и занимаемся. Мы говорим, понижнее и понижнее разговаривай со мной. Ты чего мне не доверяешь? Не доверяешь. Почему мне? А доверять это не мужская энергия, не женская, а мужская. Когда человек служит близкому человеку, он вкладывает в него то, что ему потом и приносит счастье. Когда женщина нежно к мужу относится, это ее обязанность. Понимаете? Потому что права, настаивать на правах, это разрушать семью. Почему ты не нежно со мной разговариваешь? Спроси себя саму об этом. Почему? Почему не нежно разговаривать? А потому что ты не вложила туда свою энергию, в него. Мужчина может нежно разговаривать, если он получит от женщины нежность и начнет ее отзеркаливать. Сразу возникает вопрос. А сколько нужно в мужчину вложить нежности, чтобы назад что-то пошло? Много, да? И получишь дебет с кредитом, получишь остаток. На остатки выйдет нежность. Потому что часть нежности он в себя заберет. Поэтому женщина должна просто отдавать женщине нежность близким людям. Отдавать и отдавать. И она будет чувствовать себя счастливой. Потому что хотя бы чуть-чуть не вернется назад, ей уже хорошо. Она уже счастлива. Ей не так много надо, как мужчине. Хотя бы чуть-чуть от мужчины нежности пришло. Хотя бы раз улыбнулся, мой хороший. Я тебе каждый день улыбаюсь. Мужчина тоже может получить послушание от женщины. Женщине несложно слушаться так же, если она понимает кому. Вот женщина так устроена, что если мужчина ведет себя серьезно, ответственно, то женщина легко его слушаться и слушать. Легко. Потому что он сам вкладывает в нее эту силу. Если мужчина сам с женщиной ведет себя смиренно, то есть он всегда терпит женские эмоции. В этом смирении мужчина должно проявляться. Женщина там... Он... Да, моя хорошая, да. Расскажи, что происходит, что произошло. Рассказывай, да, успокойся, рассказывай. Это же смирение. Когда мужчина так себя ведет, то женщина расслабляется и такая... Да, наверное, я не права. Но сначала она должна увидеть вот этот пример. Пример смирения, который исходит из мужского сердца. Что значит благородное сердце мужчины? Благородное сердце означает способность смиренно потерпеть женскую энергию, женскую природу. А женщина — как вулкан Везувий. Слово «женщина» на санскрите звучит «стри». Стри означает все расширяющиеся потребности и желания. Не дай Бог мужчине согласиться, что нам нужна квартира чуть побольше. Это значит, что уже к идее, что в этой квартире жить можно, вернуться нельзя. На зал дороги нет у женщины. Все расширяющиеся потребности. Если ты уже согласился, что нужна квартира чуть побольше, то в этой квартире счастья уже не будет. Женщина будет тебя пилить до последнего в этой квартире. Все. Согласна, женщина? Природа такая, так действует. Ничего не сделаешь с этим. Вот мужчина может шаг назад сделать. Женщина может шаг назад сделать? Нет. Только шаги вперед. Вот ты зарплату такую приносишь, надо чуть больше. А? Всегда. Не всегда? Всегда. Как? Всегда. 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 Всегда, да. Все выше и выше и выше. Но у всех женщин по-разному. Вот поднимите руки женщины, которым вообще не интересует зарплата мужчин. Есть такие? Ну, пожалуйста, вот, держите руку. Они не верят. Смотрите. Пожалуйста. Вот есть такая женщина. Все, опускайте руку, сейчас мы с вами поговорим. Вам зарплата не нужна мужу, да? Но есть что-то, в чем вы будете всегда требовать больше. Я сейчас просто на ощупь пойду и предположу. Вам зарплата не нужна. Значит, вам, наверное, нужно внимание мужа побольше. Так? А если он, хорошо, зарплату не приносит, а если он невнимательный, что тогда? Тогда ему конец, да? Нет? А что? Покой вам, значит, нужен. Покой? Сама не знает, что ей нужно. Она знает, что ей нужно. Смотрите, у каждой женщины есть зона, в которой она себя не контролирует. И поэтому она выходит замуж. Какой-то женщине нужно покупать платье постоянно. Она не может без этого жить. Или платье, или какие-то безделушки. Она с ума сходит, если не покупает. Какой-то женщине нужна просто тишина. Ей надо, чтобы ее не трогали. Вот надо такого мужа, чтобы он дал возможность ей, ну, часть дня вообще, чтобы не подходил, не трогал. Ей нужен тишина, покой. Просто свой уголок нужен. Она там села, как курочка. Ку-ку-ку-ку-ку. Все, у нее свой уголок, чтобы никто не трогал. Третьей женщине нужно внимание. Ей не нужно ни денег, ни уголка, ничего не надо. Нужно, чтобы он постоянно на нее обращал внимание. Четвертой. И она без этого жить не может вообще. И все больше и больше внимания надо. Четвертой. Нужно куда-то съездить на острова все время. Ее тащить на острова. И в чем выбор мужчины заключается? Мужчина должен, когда он выбирает жену, он должен понять, что он это потянет. Потому что это уже никогда не поменяется в течение жизни. Это будет всегда вот так. И нет ни одной женщины, у которой бы какая-то потребность не расширялась в какую-то сторону. Это не факт, что у всех женщин все потребности. У каждой только одна. Или максимум две, которые постоянно летят вперед. И их не остановить. Третья женщина хочет с подружками. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Постоянно. И ее нельзя останавливать в этом. Она с частью отношений разрушена. Понятно, да? Мы сейчас изучаем природу мужчины и женщины в соответствии с природой обязанностей. У мужчины есть бзики или нет? Есть. Есть. В чем? В потребностях? Нет. У женщины бзики в потребностях. А у мужчины в чем бзики? В их идеях. У каждого мужчины есть свой крен. Где? У кого-то гараж. У кого-то домино. У кого-то бабы. У кого-то работа. И так далее. У каждого мужчины есть своя вот эта направленность. Так или нет? Женщина должна принять. Должна принять, что мужик вот такой достался. Вот с таким наклонностями. И с этим уже ничего не сделаешь. У нее такая природа. Ей нельзя сломать? Сломать можно, пробовать. Вместе с мужиком сломаете. Будет муля, не нервируй меня. Знаете, фильм? Помни? Старый такой. Муля, не нервируй меня. Или у других мужики, как плебедушки. А у меня бедоносец. Помните любовь и голуби? Вот это сломать мужчины идею. Невозможно. Вместе с мужиком только можно сломать. Ваше желание же тоже не сломать. Ты поговорить, мне кажется, хотите. Любите поговорить. Пообщаться. Да, пообщаться. Нет? А что? Ну что, вот у вас же что-то есть такое? Я не брал. Нормально первый раз, ничего страшного. Вот у вас есть же что-то в жизни такое, что вот без этого вы не можете жить? Ну да. Ну что, вот я перечислял. Ну что, вот я перечислял. Что у вас-то? Без работы. А? Без работы. Ну без работы, то есть вам рад. Вот я говорю, поговорить надо. Работа, зачем вы ходите? Какое-то там люди? Кабинете сидите? Отдыхаете там на работе? А что делаете? Работаете? Это ваш отдых, да? Да, я отдыхаю на работе. Отдыхаем на работе. Вот это ваш взгляд. У каждой женщины есть то же самое, как у мужика. Итак, давайте будем теперь двигаться вперед. Первый постулат, который я хочу выдвинуть. Если вы, или если мы, если мы не пытаемся служить близкому человеку, то мы от него не получим то, что мы хотим. И чем человек служит близкому человеку? Он служит тем, что у него есть, и это несложно. И он служит тем, что у него нет, и это сложно. Вот смотрите, сейчас объясню. Вот женщине, в принципе, ласково разговаривать несложно. Было бы с кем? Ну, несложно. Женщине несложно заботиться. Правильно? Заботиться несложно. Готовить было бы кому? Несложно. Женщине несложно прощать, просить прощения. Искренне разговаривать несложно. Верить в человека несложно. Быть не верить, а верной быть тоже несложно. Все это несложно женщине. Но именно это, то, что я сейчас перечислил, является для нее подпиткой, то, что питает ее в жизни. Женщину питает нежный голос мужа. Ее питает то, что муж заботится. Если муж не заботится, она не может жить, ей нужна забота. Она нуждается в заботе, в ухаживании, во внимании. Мужчина внимательный человек или нет? По-разному. Да все одинаковые. Вот женщина вот сейчас смотрит на меня, видит. Олег Геннадьевич Тарсунов. Дальше что она видит? Они видят очки, лысину, наглажена рубашка или нет. Все видит. Мужчина видит просто в общем. Олег Геннадьевич Тарсунов. Откуда внимательность-то мужчины? У вас муж есть? Нету, не знаете просто. У кого есть муж подимитирует? Хорошо. Он у вас спрашивает, где мои носки? Да, у вас. Всегда спрашивают. А какой статью вы должны знать, где его носки? Вы говорите, один на холодильнике, другой за углом. Он говорит, откуда ты узнала? Я постоянно, вот я допустим собираюсь в поездку. Иногда у меня возникает вопрос, я не могу найти вещь. Жена обычно это рано утром, жена спит еще. Я подхожу, она спит, понимаете? Человек спит. Я спрашиваю, где такая-то вещь? Она говорит, посмотри вон там. Я смотрю точно, откуда она узнала? Это внимательность. Природное свойство женщины очень внимательны. Женщина очень внимательна по природе. Она очень чутко чувствует характер человека, наклонности, взгляды. Маленькая девочка, пять лет все знает, близкий про родственников все. Мальчик знает пять лет? Ничего не знает. Кус, кушу, гулять, гулять. Точно? Не, не. А девочка все знает пять лет. Она обо всех расскажет. Внимательность. Женщина природная с внимательностью. Допустим, у нас большой коллектив в медицинском центре. И, допустим, люди только знакомиться начинают. Я жене своей, она не работает у меня. Я жене говорю, вот, как бы, знакомиться. Она говорит, так об этом уже все знают. Я говорю, как все знают? Они только вот... Мне молодой человек сказал, девушка понравилась. Я жене говорю, девушка вот этому парню понравилась. Она говорит, ну, все уже знают об этом. Я говорю, а эта девушка знает? Конечно. А он сам еще не знает. А все уже знают. А кто все-то? Женщины в коллективе. Они все видят, какие связи между людьми, кто на кого смотрит, кто как, что происходит, какие отношения. Все знают женщины. Мужчины знают, нет? Нет. Догадываются только иногда. Видите, у женщины очень внимательная природа. Мужчины рассеянные. Но женщина хочет внимательности от мужчины. Для нее это как хлеб. Ей нужна внимательность. И когда мужчина становится внимательным к женщине, когда она его своей внимательностью наполняет, так действует энергия любви. Когда женщина очень внимательно к мужчине относится, он у нее в какой-то момент бац, пробила его. Начал замечать свою жену. Говорит, у тебя что, новое платье? Понимаете? Точно так же мужчина хочет, чтобы женщина соглашалась с ним. Послушной была. Мужчина должен энергию послушания в семье постоянно все культивировать. Должен приходить домой уже сдавшимся. Потому что у женщины постоянно что-то новенькое. Каждый день. То одно настроение, то другое. В ней постоянно плывет настроение, как волны. И он должен уже быть готовым. Приходит домой, жена сидит с запертой в комнате. Говорит, ничего плохого не делал. Ничего не говорил. Просто раз и все. Нет настроения. В кино сегодня не пойдем. Ну почему? Мы уже билеты купили, уже договорились. Все. Настроения нет. Так, женщины или нет? Все неожиданно происходит. Мужчины все стабильно. Договорились, идем в кино. Не факт, что женщина пойдет. Мужчина должен знать, что с женщиной нет определенности ни в чем. Вот договорились, не факт, что мы пойдем в кино. Даже если договорились. Почему? Потому что у ней меняется настроение постоянно, как волны в реке. И в чем заключается послушание мужчины в семейной жизни? Он должен всегда быть готов принять женщину такой, какая она перед ним предстает. Она предстает перед ним всегда разная. Каждую секунду все меняется. И он должен быть готов. Поменялось настроение, он должен быть к этому готов. Кто создает настроение в квартире? Мужчина или женщина? Женщина. Обоечки, все эти люречки, все это. Это все энергия настроения. И представьте, у женщины испортилось настроение. Даже у собачки испортилось настроение. Если у женщины испортилось настроение, даже собачка скучает дома. Дети капризничают, собачка скучает, у женщины испортилось настроение. Испортилось – это значит, что она своей силой любви уже не может никого наполнять, она отдыхает. Ей нужно наполниться энергией любви, она отдыхает, поэтому все скучают в доме. Дети скучают, собачки скучают, цветочки и то уже такие. Им тоже тяжелее стало жить. Мужчина должен это принять. В чем смирение мужчины заключается? В чем его обязанность? Он должен быть готовым всегда, что счастье закончится в какой-то момент. Сегодня было счастье, через пять минут – бац! – нет счастья, все. Это надо спокойно к этому относиться. Так женская природа действует, она нестабильна, непостоянна. И когда мужчина принимает от женщины непостоянство, вот эту нестабильность, и он способен смиренно к этому относиться, у женщины из сердца выходит благодарность, и она становится послушной, смиренной по отношению к нему. Она говорит – это хороший человек, поэтому я ему подчиняюсь. Он хороший человек, он надежный. Она говорит – надежный для женщины. Что значит надежный? Надежный означает – не подведет. У нее и так вот в жизни получилось – он не подводит. И так получилось – он опять не подводит. Когда он так себя ведет, женщина расслабляется в своем бунтарстве и становится согласной. Видите, он наполняет, мужчина наполняет ее этой энергией смирения, и она поэтому согласна с ней. Теперь, допустим, мужчина, ему хочется, чтобы женщина принимала его точку зрения. Для нее очень важно, чтобы она… Вот он демагогию толкает, она… Да, все правильно, и так далее. Но поймите такую вещь, что демагогия находится вот здесь, в этом центре разума, который у мужчины сильный, а у женщины слабый. И у женщины там дырка энергетическая, вот здесь. Это значит, что способность терпеть рассуждения у женщины очень слабая. Женщине очень трудно терпеть демагогические такие рассуждения, имеющие природу наставлений, философских толканий каких-то. Да, то есть, когда мужчина начинает с точки зрения банальной эрудиции, и пошел там на женщину. Она говорит, слушай, я уже не могу тебя слушать. Успокойся, пожалуйста. Или она просто ничего не соображает, стоит думать. Чего он хочет от меня, непонятно. Там кает. Она говорит, ты попроще, скажи, что тебе надо. Так или нет? Там разбудит какой-то философ. Погоди, сейчас выслушай, сейчас объясню. И начинает. В 1915 году. Говорит, ты мне скажи, что тебе надо. Так или нет? Женщине очень трудно это все служить, все эти рассуждения. Вот давайте, да. Когда они трудно? У них женщина, которая сразу не так служит. Пофилософствовать, да? А мужчина тогда у нее какой? Он слушает. А как? Он молчится, сведоточится. Это означает, что он служит вам. Вот об этом и речь. Вот как раз я к этому хотел подвести. Вот смотрите, как сделать так, чтобы мужчина мог женщине объяснить свою точку зрения. И чтобы концепция вся жизни в семье, для что важно для мужчины? Для мужчины важно, чтобы семья шла правильной дорогой в жизни. Он дорогу создает. Он говорит, мы туда идем, понимаешь, в жизни нашей. И не важно, женщине, куда идем. Важно, чтобы все было. Если туда, то хорошо. Но главное, чтобы все было там. Ну, туда идем. Смотрите, если мужчина это говорит очень ненавязчиво, вот то, что вы говорите, он очень тактично высказывает свое мнение и ненавязчиво, тогда женщина начинает слушать его мнение. Потому что в этом вопросе нужно быть очень мягким женщиной. Нужно ей объяснять все ненавязчиво. Именно мы с этим с вами абсолютно солидарны. Но сейчас я говорю вам о мужском качестве характера, а не на женском. Видите, вы привели пример, что у меня муж даже готов меня выслушать. Сейчас мы проведем статистику. Поднимите руку женщины, у которых муж никогда не готов выслушать жену. Что, у всех всегда готов, что ли? Хорошо. По-другому задам вопрос. Кому из женщин трудно достучаться до сердца мужа? Вот трудно ему что-то объяснить? Вот, поднимайте на руку. А теперь, опускайте, а теперь поднимите, а кому легко достучаться до сердца? Прям вот легко объяснить все, да? Он совсем, вот давайте, вы, может, меня не понимаете. Вот, девушка, давайте, да, с вами общаемся. Нет, не с вами, вот перед. Да, да, с вами. Давайте с вами общаемся. Вот смотрите, такая ситуация. У него есть какая-то идея, допустим, в жизни, да? И вы считаете, что это неправильно. Вы ему говорите, он слышит вас или нет? Вы не будете говорить. Но видите, это ваша природа же работает. Вот смотрите, допустим, у мужика есть какая-то идея сверценная. Ему можно объяснить, что это не так или нет? Можно. Но ничего не изменится. Можно объяснить. Но он может задуматься. Может задуматься у вас. А у кого не может задуматься? Поднимите руку. Понимаете, проблема заключается в том, что способность объяснить исходит от мужчины, а не от женщины. Если мужчина сам очень деликатен в этой способности, тогда он также слушает и мнение жены. Это означает не женская победа, а мужская. То есть вы говорите, у меня мужчина слушает мое мнение. Это значит, что он развитый человек. Это ему очень трудно, это для него аскеза. А легко ли мужчине слушать ваше мнение? Тогда у меня вопрос к вам. Не знаете? Хорошо. Другой вопрос. А легко ли вам терпеть мужскую демагогию? Это редко бывает. У меня всего одна голова. Не могу сразу двоих слушать. Я наверх смотрю. Давай сверху. Он постоянно про Украину. Постоянно вам про Украину. А вы слушать не можете, да? Так? Так. Вот это мужская природа. Мужчина, если поджарила что-то, мы стоим в Украину, все. Кто кого побеждает, мы замочим американцев, они нас. Вот. А? Мне-то что делать? Вам что делать? Вот смотрите. Ваше мнение спрашивает. Соглашаться. Понимаете? Ему не нужно ваше мнение, ему нужна ваша поддержка. Сейчас я вам объясню. Дети, женщина. Да. Вот смотрите. Вот допустим, если я буду вас терроризировать, там, мы украинцев должны победить, там, ну, допустим, меня понесет, да? Вам что надо делать? Вам не обязательно, как бы, рассуждать на эту тему. Вам надо понять, что ему сказать, чтобы он успокоился. И все. Ему нужна просто поддержка. Надо сказать, да, 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 правильно говоришь, молодец. И причем интересно знать, что мужчине тоже не нужно женское мнение. Ему нужна поддержка. Ему не нужно философию вашу знать. Ему нужно, чтобы вы его поддержали. Вы энергия вдохновляющая, вы вдохновитель, вы вдохновляющая сила, а он должен нуждаться в ваше вдохновение. Поэтому, вот допустим, смотрите, мужчина приходит домой, говорит, у меня начальник не прав. И начинает рассказывать пункты. Это не значит, что женщина должна послушать, сказать, нет, мой хороший, начальник же прав. Это вызовет там взрыв. А-а-а-а, ты че? Вот. Хотя на самом деле он прав, начальник. Но зачем он, зачем он говорит это жене? Какая причина? Он ищет силы от нее, просто вдохновение. И она должна ему сказать, да, начальник не прав. Он такой. И дальше, что интересно может быть, он когда успокаивается, он говорит, ну все-таки в чем-то, конечно, он прав. В другую сторону уже понесло его. И она говорит, тоже правильно. Вот сейчас давайте изучать, как женщина решает жизненные вопросы. В чем ее обязанности? Как мужчина решает жизненные вопросы? Мужчина решает жизненные вопросы как? Философским давлением. Женщина как решает жизненные вопросы? Эмоциональным давлением. Она говорит, нет, я с этим не согласна. Давайте условимся, чего мы никогда не должны делать в отношении. Это наша обязанность. У женщин очень сильные эмоции. У мужчины здесь дырка. Он очень, он не может терпеть женские эмоции вообще. Обязанность женщины является говорить не эмоционально с мужем. С девушкой какой-то, вот допустим, вы хотите обсудить вопрос какой-то, да? Что, вот вас что-то эмоционально волнует. Ребенок заболел. Допустим, да? Вам хочется эмоции свои выразить. Кому надо выражать эмоции? Подружкам, маме. Она, ой, я тебя так понимаю. Да, заболел. Там все. Вот представьте, вы точно так же начинаете мужу говорить. Что с ним происходит? Вы бьете ему по сердцу просто, лупите по сердцу. Потому что, когда женщина проявляет эмоции, это значит, мужчине надо идти в бой прямо сейчас. Надо сражаться за ребенка. Что я сейчас должен делать? Она ему говорит, да ничего, я тебе просто говорю, что ребенок заболел. Понимаешь? Видите, это не выполнение обязанностей просто. Женщине не надо говорить эмоционально ничего мужчине. Он не понимает этого, ему больно это слышать все. Это надо женщине. Когда эмоции или успокоились, надо к мужу подойти и говорить, ребенок заболел. Он спокойно, он с ребенком заболел. Да, понятно, да. Что, какие действия, что будем делать? Она говорит, это я тебя хотела спросить, что делать. Ну, я считаю, мужчина не должен навязываться. Должен. Говорит, я считаю, что вот так лучше действовать. Она говорит, не поможет. Говорит, я считаю, что вот так. Не поможет тоже. И считаю, что вот так. Ну, тоже не получится ничего. Ну, тогда вот так. Может быть, получится. Понимаете? То есть женщина, она сама ничего не предлагает. Она хочет, чтобы мужчина предлагал. Но она будет все отвергать подряд. И мужчина, который слабый мужчина, говорит, ну, что ты до меня докопалась? Я тебе сказал, как делать? А ты отвергаешь. Ну, иди тогда сама делай, как хочешь. Она не знает, как хочешь. Она боится. Потому что женщина движет страх. И она не может принять на себя ответственность, а боится делать. А вдруг я неправильно думаю. И она это все переваливает на мужа. Поэтому, когда женщина ничего не принимает, надо ей сказать, а как ты считаешь, как надо делать? И она скажет, мне кажется, что надо делать вот так. И тогда мужчина должен сказать, вот так мы и будем делать. Должен сделать вывод уже. Вот так мы будем делать. Молодец. Правильно. И тогда наступает гармония. Понимаете? Женщина открывает сердце, считает, что вот здесь правда в этом направлении. А мужчина принимает решение. Видите, есть разные природы, разные обязанности. Обязанность мужчин не толкать демагогию женщиной. То есть женщине надо все объяснять очень просто. И не надо рассуждать слишком много с ней. Надо просто сказать основные моменты, вехи своего рассуждения. И надо это делать не без давления. Не надо женщине ничего доказывать. Женщина принимает сердцем, а не логикой. Женщине не надо ничего доказывать. Когда мужчина что-то рассказывает, как женщина слушает. Головой или сердцем? Она сердцем слушает. Она такое сердце открывает и думает, мне кажется, это не туда приведет. И он говорит, вот что именно в моих рассуждениях тебе не понравилось. Она говорит, все понравилось. Но мне кажется, это не туда приведет. Женщина слушает сердце. Допустим, лекция закончится. Женщина скажет, лекция такая хорошая была, мне понравилось. И мужчина спросит, а что именно тебе понравилось в лекции? Женщина скажет, все. То есть женщина воспринимает эмоционально все сердцем. Она сердце смотрит, если сердцу нравится, она слушает. Сердцу не нравится, не слушает. Мужчина саму концепцию пытается понять. Его интересует логика лекции, ее идея. Понятная разница? И в соответствии с этой разницей обязанности. Обязанность женщины не обращать внимания на мужскую логику. Вот он начинает давить. Надо просто делать вид, что все нормально. Не надо слишком сильно в это погружаться. Это приведет к трагедии. Не надо женщине, мужчина требует, послушай меня, я тебе сейчас скажу. Послушая означает просто соглашаться. Не надо погружаться в мужскую логику, особенно если она навязчивая. Ну, надо покупать машину. Случно. Ну, допустим, пошел бзик вот этого мужика, допустим. А он говорит, да-да-да, садись покушать. Ты согласна, совсем согласна, садись кушать, все. Если она не будет согласна, будет еще хуже. Он будет сражаться уже за эту идею. А если она согласилась, он забыл через 5 минут, что машину надо покупать. Не забыл, надо на тормозах спускать. Да-да-да, все нормально. Мужчина не может жить без целей. Ему нужна какая-то цель. Есть два варианта. Или машина, или бутылка. Что выбираете? Я женщину спрашиваю, а не мужчину. Если вы мужчине не дадете возможности развиваться в своем направлении, то будет бутылка, значит. Потому что мужчина, если женщина ломает его идею, он начинает пить просто и все. У него нет другой, нет. Или он идет вперед, или лежит на печке. Одно из двух. Какие слова, что это бредовая идея? Бредовая идея. Она всегда так считает. Вот любая идея мужчины, это бредовая идея. Абсолютно любая. Женщина же сердцем живет, она чувствует лучше, чем мужчина. Если мужчина, она ее можно? Вот это означает, что он сильно очень в это устремлен. Как реагировать? Спасибо вам, что вы начали в эти темы углубляться. Все это очень и очень важно. Давайте будем изучать серьезно эти темы. Посмотрите. Мужчина имеет бредовую идею. В чем обязанность женщины заключается? Обязанность женщины заключается в том, чтобы мужа успокоить просто. Она должна с ним согласиться. Потому что в чем опасность, страх женщины заключается? Что мужчина пойдет в эту сторону. Мужчина на самом деле идет в ту сторону, в которую женщина его направляет. Женщина – это стрелочник поезда мужа, понимаете? Стрелочник. Стрелки или работают, или замыкают. Не работают. Если женщина поезд хочет повернуть, вот поезд мчится. Мужчина – это поезд, понимаете? Вот если вы его хотите повернуть на 90 градусов, то будет или откос, или он сметет вашу стрелку и пойдет дальше. Как можно поезд поворачивать? Только понемножку. Уже в другую сторону ей. И говорят, я сам так считал всю жизнь. Но в чем заключается ваша проблема? У вас стрелки слишком крутые, понимаете? Вот разумная женщина, она как себя ведет? Она говорит, да-да-да, правильно, правильно, все. Она согласна со всем. Когда он успокоился, она говорит, давай немножко вот так вот будем это решать. Чуть-чуть его раз. Давай. И уже туда, чик-чик-чик-чик-чик-чик, пошел. Она потом вот чик, еще, еще, еще. Потом раз, в другую сторону уже пошел. Приведу пример. Допустим, мужчина говорит, все, деньги все на машину. Все потребности семьи сокращаем, пеленки сокращаем, раскашонки сокращаем, пищу сокращаем. Все, все на машину. Все для фронта, все для победы. Это мышление мужчины типичное. Как вы будете себя вести? Ну, давай, давай. Энергию любви вырабатывайте из сердца. Ну, как вы будете себя вести? В чем ваша обязанность заключается? Ну, женщина с вами вот в красной одежде, да. Мы с вами общаемся. Давай берем ползунки и пеленочки оставим. Нет, неправильно. Заберем ползунки, пеленочки оставим. С ним не надо торговаться. Мужчина – это победитель. Если с ним женщина начинает торговаться, он все отметает, говорит, нет, ничего не оставляем, только машина. Неправильный подход. Как? Соглашайся. Согласиться. Ой, мужчина говорит, мужчина говорит, согласиться. Видите, мужчина уже подсказывает. Женщина, вы что? Все уже? Совсем что ли уже? Мужчина, говорит, согласиться. Надо сказать, да, только для машины живем. Сразу мужчина успокаивается, думает, блин, классная жена досталась. Когда мужчина так думает, он для нее готов на все. Потому что мужчина живет идеей, а женщина живет возможностями. И когда мужская идея удовлетворена, тогда все женские возможности будут удовлетворены. Приведу вам пример. Допустим, вы-то думаете, что ничего покупаться уже не будет, а это все не так. Понимаете? Если цель нашей жизни – машина, вы согласились с этим. Все, наша семья работает для машины. Вы подходите к мужу и говорите, у ребеночка подгузнички порвались. Купим? Он говорит, ну, конечно, что, не такие большие деньги. Мне платье одно понравилось. Недорогое. Хожу в рыванье. Купим? Ну, конечно, ты же согласна, что мы на машину купим? Согласна. Ну, давай, чуть-чуть платье купили. Ну, в этом месяце на машину не хватило денег. Ну, мы все равно же для машины живем. Да, все, идем вперед на машину. Все, на машину пошли дальше, в следующем месяце. Ребеночку надо творожное питание купить. Пожалуйста. Мне губную помаду. Пожалуйста. Опять не хватило на машину. В следующем месяце накопим. Понятна система или нет? Мужчина очень щедрое сердце, когда женщина согласна с его целью. Но если вы не скупой человек, вы согласны с идеей мужа, это надо любовь же вкладывать туда. Тогда мужчина вам все отдает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok